Всем привет! С вами Надежда. У нас утро. На улице хорошая погода. У нас солнышко, весна. Цветочки цветут. Примула, по-моему, собачки греются. Теплый, хороший день. На улице настоящая весна. Зацвела моя японская айва. В общем, настроение хорошее и у меня, и у природы. Лук с корода вовсю растет, а также королевский рябчик. Какие-то цветы еще только начинают цвести, а вот подснежники уже совсем отцвели. Скоро очередь вот этих вот красавцев. Алюмы набирают силу, и даже уже смородина выпускает первые листочки. Вот так 8 марта. Вы знаете, я такую картину видела уже лет 5 назад. Тоже 8 марта. И было где-то, не знаю, сантиметров 10, наверное, снега. 8 марта. Представляете, соседи с ребенком вышли. Потому что это редкое явление. Это первый снег в нашем, в этом году. 23-го года. Жуть какая. А мне сейчас ехать надо в колледж. Не знаю. Надеюсь, на дорогах не будет скользко. Агафья пошла снег трогать. Говорит, наконец-то зима. Агашенька, это не зима. У нас вообще-то март. Это первый месяц. Ой, Агаш, не лезь туда. Там могут быть эти самые. Нейлс. Агафья говорит, наконец-то зима, говорит. Агашенька, сейчас не зима у нас вообще-то. У нас первый месяц весны. Давай, запрыгивай. Я, кстати, машину почистила всю. Давай скорее, нам нужно ехать, Агашенька, забирать. Ребята, пристегивайся, Марусь. Люблю снег. Люблю снег. Ох, как сейчас я поеду с этим снегом. Я даже не знаю. Я даже не знаю, что будет. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, вот именно. Сейчас попробуем поехать. Надеюсь, что не скользко. Агаш, тебе конфетку дать? Давай. Это моя любимая. Твоя любимая, да. На, дожи. Она очень сладкая. Угу. Надеюсь, что будет не скользко. Она сладкая. Ну что, погнали. Да. Угу. Мама-то никогда еще в снегу не ездила. А это там вся местная вода. Ну, в принципе, если не гнать, то, наверное, по идее будет нормально. Попробуем. Не, нормально, нормально. Нормально. Давай на соль. Вот такой вот у нас март. Ну, как я говорю, что лет пять назад уже было похожее. Было очень много снега. У нас, как выпадает снег, все останавливается. Потому что нету специальной техники, которая бы расчищала дороги. Ее просто нет. В Шотландии есть, насколько я знаю. А в Англии нет. Мы-то в Англии живем. Поэтому, как только выпадает снег, все в стране останавливается. Кстати, в Израиле то же самое. В Израиле, в Иерусалиме снег иногда выпадает. И дети сразу не идут в школу. Все блокируется, все дороги, все. То есть люди не идут на работу, не идут в школу. Ну, и на голландских высотах. Это на севере Израиля. Там тоже снег есть. Вам, конечно же, эта информация. Вы сейчас смотрите и думаете. Чего нам тут втирается со своим снегом? Где тут вообще снег? Ну, снега-то и нет. А для нас, для британцев, это очень-очень неожиданно. Очень, так сказать, ну, это необычно. Вот. Потому что в основном года у нас без снега. Были отдельные зимы, когда выпадал снег. Даже было как-то неделю лежал снег. Но это больше исключение, нежели правило. И говорю, что вот было один год. За все 20 лет, сколько я живу в Британии. Один год был, когда 8 марта и было снега. Так, нормально навалило. Я даже, по-моему, снимала. Да, мне кажется, у меня тогда уже был канал, и я снимала. Так что давние мои зрители, подписчики, помнят это. Напишите в комментариях, кто помнит. Кто видел это на своих экранах. Вон впереди, слева, дерево, которое цветет. Смотрите уже, марджи у нас. Вот, слева дерево большое. И оно уже все розовое, все в цветах красивых. И тут снег вдруг найти вам. Мишка, шапку не взял утром. Что, у них туса? Ну вот, и приехали, наконец-то. Ну что, Миш, ты замерз? Нет. Без шапки-то ты. Нормально. Точно нормально? У меня там решили проблемы. Решили, да? Ням-ням-ням. Ну что, Лиш, давно дошел, нет? А, я не перестану вас. А что ты отсиделась-то? Ну, что ходит? Слушай, вы могли бы, в принципе, пешком дойти, да? Погуляли бы. А что вы решили-то? Так, я тебе позвонил, ты школа, я уже еду, думаю. Ну да, потому что Леша там мне уже сказал. Да, погода ужасная, что? Она была самая сильная, во время, когда я тебя звоню. Ну да, да. Когда шник начался? Ну а что, классно же под снегом прогуляться? Когда шник начался. Или тебе холодно, Леша? Ой, закрыто было. А, закрыто. Смотрите, school time, да? Сколько детей. Здесь школа, младшая школа, которой больше 100 лет. К самому зданию. Вот, как вы видите, забирают детей со школы. И здесь каждый раз вот такая вот фигня с машинами, с парковками. Прям целый запор. Кто-то, вон, я вижу, ждет автобуса на автобусе, уезжает с детьми. Но в основном все родители приезжают на машинах. Видимо, кто-то, кто недалеко живет на автобусах. Ну... Всю ночь, да, шел? А, ну нет, трава-то белая. Ну, не совсем белая. Значит, не всю ночь шел. Вот такая вот у нас погода. Классная. Девятое марта. Снег так и идет. Что, снежный барс? Все, домой? Кошки, 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 скорее, скорее, скорее. Ай, с добрым утром всем. У нас снег, девятое число марта. А у нас снег валит. Ну, что, есть кошки, нет? Всех поймать? Для Агафьи это, конечно, радость, да, Агафьи? Ай, меня кидает снежками. Мы вышли погулять с Агафьей. На улице 0 градусов. Агафь, не надо в меня кидать. На улице 0 градусов. Как вы видите, на дорожках он подтаивает. А везде, в других местах лежит. Ночью будет минус 1. И завтра будет минус 1, минус 2. В общем, может быть, он еще полежит. Идем по нашей улице. Леша с Мишей у нас в колледже. Так что мы вдвоем с Агафьей решили пройтись в магазинчик. А я кидаюсь на снежки. Что, Агафь, холодно, нет? Очень, да. Пошли скорее. Пойдем. Одела Агафьи старую ее куртку. Она из нее уже выросла. Уже совсем ее маленькая. Но она самая теплая у нее. Смотрите, у кого-то во дворе здесь вот это растение. Как оно называется? У которого нету желтых. Одни цветы, в общем, нету листочков. Писали мне в комментариях. Я думала, такое может быть в Ярославской области посадить. Агафьи, ты на чужой территории. Агафончик, нельзя оттуда вылезай. Писали мне разные сорта похожие растения, которые могут тоже расти в Ярославской области. Потому что хочется этот яблоневый сад немножечко разнообразить. Что-то туда досадить красивенького такого. Но это, конечно, далеко еще до этого. Нам нужно сначала дом там сделать. Ребята в колледже сейчас, как я уже сказала. Помните, я ходила в колледж узнавать, будут ли или когда будут платить им, как студентам, перечислять на их студенческую карточку деньги на еду в колледже. Вот сейчас как бы начали перечислять. В общем, они там покушают. У них там кафе большое в колледже, где их кормят студентов. В общем, они там в порядке. А мы вот с Агафьей идем в магазин. Пол очень скользкий. Очень скользко. Надо аккуратно идти. Санки в магазинах продаются. Но я не знаю, санки покупать у нас были в прошлые годы. Они такие вот пластмассовые, и они на один сезон только. А на следующий сезон новый нужно покупать, потому что они протираются, ломаются очень быстро, пластмассовые. А покупать их, и не знаешь, будет снег или нет. А я в своей шапке розовой, которую я одевала, которую я купила когда-то в России, во-первых. А во-вторых... А мне не надо мне кидать. А во-вторых, одевала я ее только когда очень холодно было. И весь этот год, уже март, я ее не носила. Потому что она толстая, теплая такая, русская, настоящая шапка. В Англии она просто не нужна. Но вот сейчас такая как раз температура, когда такая шапка в самый раз. Зашли мы в магазин, взяли там каких-то мелочей. Это было бы выйти просто повод на улицу. Просто пройтись по улице и подышать свежим воздухом. А сейчас иду домой готовить обед. Это агаж снег, это не дождь, снег. Договорилась я с ребятами, что сегодня они пешочком туда и пешочком обратно. Ну, если вдруг... Что, конечно, я поеду на машине, но вообще на дорогах скользко сейчас. Вчера был снег, и мы ездили в колледж, я ездила за Мишей. И, в принципе, нормально, если не спеша, то, в принципе, можно ехать. И сегодня тоже, если надо будет, я, конечно, поеду на машине. Ну, вообще, решила сегодня не ездить. Вот, дороги, как сказать, скользкие. Где-то в каких-то местах посыпают, но, в принципе, дороги все равно скользкие. Подарок. Да, надо нам забор тоже здесь сделать. Смотри на нашу машину. В снегу вся, да? Вчера машину чистила. Внутри машина теперь моя чистая. А снаружи вот она грязная еще. Снег лежит, да? Да. Надо делать забор будет. Не знаю точно еще, как его, из чего делать. У меня есть вот этот материал, а есть на заднем дворе еще материал. Ну, не знаю, может, распогодится, немножко получше станет погода, и займусь этим. Потому что выпускаешь собачек пописать, и стоишь в дверях, ждешь, пока они сделают дела. Иначе, если не стоять, то они просто убегут. Ну, вот мы и дома собачки сидят, прижавшись друг к другу. Да, дома не жарко. Ну, сейчас включим камины, и в этой комнате станет тепло. Где собаки? Что, холодно? Да, зима настала. Ничего? Не волнуйтесь, скоро уже потеплеет. Давай, откроем окна, Гави. Да. Чтобы было потеплее. Не потеплее, а посветлее. Ну, да. Чтобы было посветлее. Ничего. Как, нормально погуляли? А где Мишаня? А где Мишаня? А, Мишаня мою машину чистит. Мишанчик, на, бери вот это тоже. Мишан, бери вот этот рис к столу. Спасибо большое. Хочешь кушать? Нет, это агатки, да, вот этот рис агатки. Поставь ей, пожалуйста. Это из овощей, да? Да, это овощная. Постная. Еще дулошку, еще, да? Так, да. Все, все. Спасибо. Можно лепешку еще? Лепешку вон, бери вот здесь, она теплая. Смотри, маленькая. Смотри, для тебя маленькая. Мишаня, какая маленькая. Почему мне маленькая? Ну, давай мне маленькую. Все, на тебе большую. Просто кладешь себе? Да, клади. Пошел такое. Пожалуйста. Мишаня, что такое? Мишаня, что такое? Мишаня, что такое? Лепешки хорошо получились. Учего, все очень вкусные. Я в лепешки добавила немножко кукурузной муки. Они поэтому так немножко не вздулись карманом, как обычно. Но они тоже вкусные. Учего, все очень вкусные. Я вкусно. Всем приятного аппетита. Вот такой вот у нас сегодня ужин, обед, не знаю, как он там по-русски. Рис с овощной подливкой карри и лепешка. Ну, это крайне. И чай. Ну, как рамные лепешки. Какие репешки? Реальные. Как реальные лепешки? Ну, как в ресторанной лепешки. А, да? Ну, вот в ресторане, невидимо, добавляют туда немножко кукурузной муки, мне кажется. Ну, вот мы и поужинали, пообедали. Не знаю уж, как там это называется. Не стала я вам подробно показывать свой рецепт приготовления нашего обеда. Вообще, у меня была идея такая сделать, может быть, какую-то серию видео или плейлист открыть. Была даже идея сделать отдельный канал, потому что, может быть, это не всем интересно, о готовке. И в том числе о готовке постных блюд. Потому как вы знаете, я повар. Потому как вы знаете, что я православная. Не каждый год, но мы соблюдаем. Не все посты, но соблюдаем. Я думала сделать такое, как бы, ну, думала, мало ли, может, кому-то это будет интересно. И, может быть, даже очень полезно и важно. Может быть, человек ищет это. Но, не знаю, что-то я вот записала видео про 8 марта. Первое видео. Потом второе видео. Почитала комментарии и подумала, меня смотрят, как мне показалось. Не знаю, может быть, я ошибаюсь. Такие люди, им мало, мало из тех людей, кто меня смотрит, нужны будут мои постные рецепты. Скажем так. Ну, мне так показалось, по крайней мере. Поэтому, наверное, я не буду показывать это. Просто потому, что, на мой взгляд, это, ну, не нужно. Не нужно. Люди, как сказать. Вообще, вот, под этими, под двумя видеоми, видео, люди ополчились, так сказать, многие на меня. И я поняла, что люди хотят, чтобы я говорила то, что они хотят. А если я говорю что-то, что идет в разногласие, ну, все, тут, как бы, конец света настаёт. Думать, чувствовать никто не хочет. Хочет, чтобы Надя говорила то, что он хочет. Вот, и я подумала, что, наверное, рецепты, это не то, постные рецепты, это не то, что люди, наверное, хотят. Хотя, не знаю, напишите в комментариях, интересно ли. Может быть, я ошибаюсь. На этом я заканчиваю свое видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Спасибо, что вы досмотрели до этой минуты, если вы досмотрели, потому что не все досматривают. Также хочу поблагодарить всем, кто поддерживает меня. Огромное вам спасибо. Ваша поддержка на словах, на лайках, на комментариях, а также рублём. Она показывает мне, что мой труд кому-то нужен. Потому что ведение канала, как ни крути, это труд. Поэтому всем огромное спасибо. Кто не знает, ещё, может быть, я открыла второй канал, называется, хочу сказать, там чисто у меня болталки. Подписывайтесь, проходите по ссылке. Также есть на Дзене канал, другая совсем платформа. Тоже подписывайтесь, дабы нам не потеряться в этом море, океане, в этом информационном. Не пойми, что нас ждёт впереди. Поэтому Дзен тоже, если есть возможность, есть желание, подписывайтесь. Ну, и я заканчиваю это видео. Всем хорошего, наверное, дня или вечера. Видео обычно я выпускаю, когда где-то в час дня по-нашему. Это где-то 3 часа по Москве. В общем, я думаю, день у вас ещё. Вы это видео наверняка будете смотреть днём. Поэтому всем хорошего дня. Хорошего вам вечера. Всем пока. С вами была Надежда.